всем всем большой привет сто лет я не была в кадре уже даже немножко отвыкла если честно совсем не хочется не очень я люблю сама быть перед кадром больше нравится мне работать руками показывать руками и говорить руками но часто мне очень пишут в личку девочки что скучают по моим болталкам хотят чтобы я что-то рассказала что-то показала в общем чтобы сама была в кадре чаще просят пародии но к пародиям я почему-то не готова у меня есть даже сценарий но не знаю по какой-то причине у меня на пародии прям табу какой-то возникла и пока не могу но чтобы болталка была все-таки как-то тематическое и интересное я решила сделать тэг ну то есть вопрос ответ вопросы я собрала сама то есть я не брала тэг откуда-то я что-то придумала что-то взяла из комментариев из вопросов и из того что людей больше всего интересует но если так тематически то мое мнение о ю тубе о блогерах о роликах и ну взгляд саму на себя можно так сказать потому что если хочется кого-то пообсуждать то начни с себя ну в общем я постараюсь начать с себя ну давайте как бы первый вопрос или чуть-чуть о себе как о блогере но не знаю я конечно это придумала сама но решила чтобы обзор был как бы честный ну как бы на себя немножко посмотреть как я себя вижу со стороны но оценивать не буду а так в целом мне хочется чтобы мой канал был разнообразным и интересным то есть чтобы на нем было интересно и тем кто любит влоги и тем кто любит косметику уходовую кто-то любит декоративную косметику но естественно чтобы это было и с юмором и какой-то мере познавательно например если влог то не просто я вот проснулась вот я поела и я вот спать ложусь и вы со мной провели такой день нет чтобы если уж делаешь влог то обязательно было что-то интересное чтобы человеку было интересно и в следующий влог твой пойти смотреть так это у меня получается или не так это решать уже вам ну вот мне так хочется чтобы было ну конечно видишь свои ошибки и пересматривая собственные ролики пересматриваю всегда чтобы посмотреть на себя со стороны я стараюсь делать какие-то выводы но и потом исправляться а давайте дальше следующий вопрос какие ролики буду смотреть первыми если я как подписчик я очень люблю декоративную косметику поэтому все что связано с декоративкой я буду смотреть первым также мне очень нравятся ролики я не всегда буду смотреть так то что я тут думаю когда человек думает глазами блуждает очень люблю организацию организацию любую и косметики и ванной комнаты и кухни шкафов ящиков очень люблю расхламление разные смотреть блоге я люблю только тематические если в нем присутствует возможно уборка квартиры то есть то что меня может смотивировать на что-то это я в первую очередь буду смотреть очень люблю вот такое что еще покупки люблю покупки смотрю но косметические может быть еще что-то я забыла но не страшно я просто делал в том что я написать написала ответа не писала надо было может быть и подготовиться в полной мере но я решила так уже что по ходу вспомнил что первое на ум придет то и расскажу какие ролики не буду смотреть точно даже если мой блогер самый любимый например есть ролики которые я не смотрю но покупки я не люблю продуктов мне совсем не интересно я могу их перемотать вот если они во влоге то я могу их перемотать если они отдельно сняты мне не интересно покупки продуктов именно продуктовая если мало знакомый блогер и я его смотрю например ради расхламление там или ради декоративной косметики я возможно не буду смотреть влог если это не моя подруга не мой близкий друг то есть влоги вот как бы личная жизнь это мне кажется все личное я такой смотрю только у близких друзей кого я считаю себе ну кто мне дорог то есть как человек в реале я иду к нему в гости так вот и к некоторым блогерам я иду в гости как бы готова влезть в их личную жизнь вот во влоге поэтому тоже в логе я смотрю него всех только то что меня лично интересует но как правило девочки об этом знают кого я смотрю я их комментирую обычно все что я смотрю я комментирую дальше декоративка или уход декоративка если в целом какую косметику я люблю это декоративная уход я тоже люблю многие знают что я люблю крем и для рук крем и для тела все что вкусно пахнет я очень люблю и гели для души люблю но если вот мне пойти в магазин и вот просто остолбинить у какого-нибудь прилавка это будет декоративка помады тени я могу там стоять хайлайтеры вот все это сводчить смотреть прямо перед сводчами я это как мышка перед сыром дальше моя любимая декоративка но я уже сказала ой следующий вопрос любимый уход я уже тоже сказал забежала вперед но к декоративки что могу еще отметить у меня например ресницы очень короткие и прямые поэтому если тушь делает вот так то это тоже любимая декоративка от туши многое зависит а так вот в первую очередь то что можно посвочить я обожаю тени и помады блески меньше но все равно рука к ним тянется купить близки они так блестят что я же дам блестящие я реагирую на блески но сказать что я прямо их очень люблю нет в уходе я больше к помадам что нравится в блогерах ой это такой сложный вопрос но сама я стараюсь быть честной единственное что многие считают что мне все нравится это я такая ну знаете как если на обзор прислали все нравится но на самом деле нет просто я человек всеядный я себя называю на самом деле я нормально ко многому отношусь и мне действительно нравится много всего ну как более спокойно ко всему отношусь если что-то не так я стараюсь к этому привыкнуть или как-то подружиться и уже если совсем дружбы не складывать тогда я признаю что да это не мое но в целом мне нравится честные блогеры но мне нравится бестактные то есть когда честность бестактная честность должна быть тактичная вот эту тактичную честность я прямо обожаю в людях я могу подписаться только за то что человек тактично что-то говорит хорошее или тактично говорит о том что ему не нравится вот это прямо для меня наверно важнее всего люблю вежливость люблю уважение к людям поэтому вот к таким блогером я больше тянусь еще я люблю улыбку позитив когда все на позитивной ноте это меня тоже привлекает в мире так много зла и когда встречаешь где-то добро то к нему естественно тянешься вот это нравится мне блогерах что еще нравится ну как я сказала открытость да мне потому что блогер все равно этот человек который которого ты знаешь настолько насколько он себя открыл поэтому мы до конца мало чего друг о друге знаем а вот то что открыто обычно вот это притягивает это нравится но следующий вопрос что не нравится как правило на этом можно знаете так это что нравится но вот одно что не нравится вот там только пальцы загибаешь на самом деле что мне не нравится может быть раздражает в блогерах ну наверно вот вы знаете бывает очень скучно вот когда показывают например ну даже пусть там возьмем гель для душа и срок годности и весь состав сам блогер прочитает но когда в общем знаете занудно когда долго 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 и грамоте расскажет свое мнение сто раз понюхает ну не знаю вот когда растянутый влог но вот видео меня это начинает раздражать думаешь ну что ж ты тянешь давай побыстрее бывает долго говорят но интересно тогда рот открыв слушаешь и не замечаю что тебе про один гель говорят 10 минут вот наверно вот какая-то занудность не нравится не нравится если мне показывают например косметичку месяца и говорят что а вот сводч вот этого я показывала в прошлый раз поэтому иди ищи на канале тот ролик и вот в том ролике ты можешь найти этот сводч я сижу и думаю ну я вот тебя сейчас смотрю 40 минут а ты меня посылаешь еще там в ролик который надо найти 10 минут потратить а потом еще в тех 40 минутах искать эту помаду где-то там мазнула то есть мне не нравится мне начинает это раздражать думаешь ну чё сразу показывай не надо меня никуда гонять вот что еще не нравится но наверное не нравится когда повторяют из ролика в ролик одно и то же я сама этим грешу когда я это делаю мне начинают уже мои ролики раздражать я стараюсь исправляться пример не знаю какой пример ну например извиняться за одно и то же то есть из ролика в ролик ну влог например снимает человек влог да и каждый раз как извините у меня не убрано но у тебя всегда не убрано хочется сказать если это действительно так вот то есть когда извиняются за то что делают вновь и вновь это начинает раздражать меня раздражает еще в моих роликах когда я уже поставила например банки начинают переставлять во время ролика с места на место ну естественно это же мне начинает там у других задевать ну ладно хватит раздражать нас многое может а главное чтобы нравилось больше отношения к лайкам и дизлайкам ну вы знаете наверное равнодушные часто лайки ставят подписчики блогеры очень часто лайки игнорируют чтобы у кого-то не было больше чем у него дизлайки часто ставят не потому что у тебя что-то не так с роликом а по своим личным каким-то предпочтениям это могут быть дети например просто назло потому что бывает ролик только загрузишь у тебя сразу вот тут одну секунду ты его открыла уже два дизлайка стоят то есть это люди которые сидят и это делают чаще это дети ну либо вот те кто завидует например если я получила посылку на один килограмм то у меня дизлайка будет десять а если на пятнадцать килограмм у меня может сорок их быть и поэтому я спокойно к этому отношусь это нормально где-то это зависть где-то лично я раздражаю ну и ладно кому нравится те будут все равно смотреть кому не нравится и они вот ради злости там заходят ну пусть ставят дизлайк мне вот как-то без разницы главное просмотры наверное когда люди приходят и смотрят тебя кому интересно и более для меня важно это комментарии вот то есть где идет общение а вот тыкнул кто-то на эту кнопку лайк или дизлайк или нет ну мне без разницы для кого разница есть и кто огорчается часто бывает закрывают вот эту вот таблицу лайки и дизлайки чтобы никто их не видел я не закрываю никогда хоть тысяча будет дизлайков я их не закрываю потому что мне без разницы ну вот так любимые блогеры у меня скорее любимое есть тема у меня есть друзья блоггеры я их обязательно смотрю а есть любимые темы то есть блогера на кого я подписана там не обязательно любимые там есть те кого я поддерживаю то есть может быть новенькие блогеры были мои подписчики, стали блогерами Я вот поначалу многих так поддерживаю. Есть блогеры, которых я смотрю ради определенных роликов. Мне нравится, например, тема «Косметичка месяца». И я могу по Ютубу просто так, не на подписанных даже людей, лазить, искать и смотреть конкретные ролики. У меня есть те, кого я ищу. Почему-то не подписана на них. А, знаю, почему не подписана. Бывает, роликов много выходит. Но вот конкретно, который мне нравится, он у них там один-два за год выходит. Поэтому я бывает в поиске. Просто ищу любимые темы. Ага, вот как бы выделить определенных блогеров сложно. Во-первых, можно обидеть того, кого я тоже люблю. Но вот сейчас не назову. Ну, случайно, может быть. Так у меня все подписчики, на кого я подписана, есть специальная графа на Ютуб. Я ее не закрываю. Многие девочки почему-то тоже ее прямо закрывают, чтобы никто не видел, на кого я подписана. Ну, пусть будут. У меня все открыто. Отношение к комментариям. Это интересная тема. Но, как я и сказала, для меня отношение к комментариям очень важное такое. Почему важный для меня комментарий? Потому что человек не просто посмотрел, он не просто закрыл твой ролик, его что-то побудило тебе написать. Но я не имею в виду комментарий, привет с покупками, привет с пустышками. Это банальные комментарии. Часть-то они пишутся под копировку. Я имею в виду комментарий, в котором больше пяти слов. Вот у меня уже сколько подписчиков, много, да? Я до сих пор не могу решиться, например, не отвечать на все комментарии. Я могу часами сидеть, полночи просидеть, но я буду писать и писать ответы на комментарии. То есть для меня... Прям вот не могу я перешагнуть через это, чтобы перестать отвечать на комментарии. Я знаю, что такое будет в жизни, если дальше канал будет развиваться. Будет момент, когда я просто не в силах буду это сделать. Но вот пока стараюсь, чтобы на все комментарии были ответы. Часто в комментариях, ну знаете, вот такие критики, диванные мы их называем критики, пишут, ага, ты любишь только хорошие комментарии, ты не любишь плохие. А кто любит плохие комментарии? Вообще настоящая критика – это тактично подсказать, как делать не надо и как хотелось бы, чтобы ты делал. Все остальное – это хамство и... Как это можно назвать? Ну, хамство. Потому что чаще не критикуют, а хамят, оскорбляют. Если вы хотите исправить человека, вообще любые слова – это мячик. Вы можете его кинуть так, чтобы человек поймал, а можете так швырнуть, что коллегой сделаете. Вот так и словами. Одни просто вот, не знаю, такое чувство, вот знаете, пишет комментарий ник, например, Тося Фрося. У нее там какой-то цветочек или котик на изображении. И вот этот цветочек-котик сидит в кустах и оттуда буквально вот какими-то испражнениями, ну, простите, пожалуйста, кидается вот этими хамскими словами. И в итоге-то, ну, так вот со стороны смотришь и понимаешь, что это не тебя заляпали, чем кидают, ну, словесным поносом, да, а человек в этом сидит. И он этого не понимает. Вот он оттуда льет и льет эту грязь, пока его не заблокируешь. И среди этой грязи, ага, тебе не нравится слушать правду? Так это неправда. Вы себя показываете. Поэтому, конечно, я люблю хорошие комментарии. Если ко мне придет гость и будет в моем коридоре, простите меня, сидеть и какать, то мне это не понравится. Я его прогоню, и дверь закрою за ним. И вообще вот многие так пишут, что раз ты снимаешь ролики, значит, вот, слушай все, что тебе говорят. Вы знаете, если я входную дверь в свою квартиру открою, и она у меня будет отпертая, это не значит, что каждый, кто хочет, может зайти и покакать у меня в квартире. Ну, слово я часто употребляю, но вы, в принципе, поняли, что я имею в виду. Да, я не люблю плохие комментарии, я люблю тактичные. Даже на любой хамский комментарий я отвечаю тактично. Отвечаю всем на любой комментарий. Блокирую только, когда человек уже, ну, видно, переходит все границы. Вот. И так будет впредь. Есть девочки, которые говорят, ты не оправдывайся. Я не оправдываюсь. Это не оправдание. Я объясняю свою позицию. Бывает в роликах каких-то, я начинаю. Потому что бывает такое, что ночь не спишь, и там вот все крутишь, крутишь в голове какую-то мысль. Ну, бывает, что зацепят, обидят прямо. И поэтому, мне кажется, это нормально объяснить свою позицию. Потому что, когда выговаривается человек, он успокаивается. Если человек-блогер решил выговориться, значит, ему это надо. Если блогер без конца ноет, это меня вот, кстати, тема, когда начинает раздражать блогер. Если он без конца начинает плакаться на какой-то там комментарий. Ролик начинается с того, что он опять начинает плакаться, что его там обидели. И его там 100 человек утешают. У меня тоже такое бывает. Но если уж я всплакнула, значит, значит, хорошо обидели. Вот. Дальше. Запасы. Что бы ты дополнила в свои запасы? И чего? Перебор. У меня чаще перебор. То, что я дополнила бы, я, наверное, не скажу. Потому что все подумают, мои дети, кто мне носу ставит, что я посылку прошу и перечисляю, чего мне надо. У меня, в принципе, все есть. А перебор у меня в уходе. В уходе прямо перебор. Девчонки мне очень много всего подарили. У меня и кремов для тела перебор. Я даже ими делюсь. С подружками. Потому что я не в силах это все истратить. И кремы для рук у меня, например, перебор. Слишком много лишнего. Ну, в общем, как бы тело-то одно. Ну, пусть даже члены моей семьи. Вот. Кремом для тела пользуюсь только я. Крем для рук использую в семье только я. А мама. Вот. Крем для рук мама. А крема для тела только я. Поэтому перебор. Бальзамы для губ. Перебор. Вот. Ну, а что дополнила? В принципе, я дополняю. Это не часто. Но бывает, я показываю покупки. Чего мне необходимо? Я покупаю. Отношения к расхламлению вещей и косметики. У меня прекрасные отношения к расхламлению вещей. Я обожаю расхламляться. Я обожаю выкидывать. Как правило, если я начинаю расхламляться, у меня семья переживает, что не выкинула бы всё. Вот. Это я люблю. Хотя у меня есть много коллекций разные. И ребёнок у меня копит. Там ластики, брелочки. Это я даже люблю ему помогать собирать. Сама какие-то там свои коллекции собираю. Но есть вещи, которые я понимаю, что они изжили себя и требуется их выкинуть. Поэтому хорошо отношусь. Вот косметику расхламлять мне сложно. Особенно декоративную. Тут я жалею. Я скорее кому-то отдам, чем выкину. Так. Люблю ли смотреть влоги? Ну, в принципе, я уже сказала до этого. Какие? Ну, информативные. Конечно, информативные. Люблю конкретные какие-то темы. Люблю ли я смотреть влоговые каналы? Вот тут ещё у меня есть вопрос. Я ни на один канал влоговый не подписана, где вот одни влоги. Знаете, как бы семейная жизнь или личная жизнь на камеру. Но бывает, есть, может быть, в районе пяти человек, к кому я время от времени захожу и могу посмотреть один из интересных, на мой взгляд, роликов. Вот. И дальше ухожу. То есть есть канал, за которыми я наблюдаю время от времени. Из таких вот влоговых... Ну, наверное, бы отметила Робину. Робина Гудина, Алёна. Да, многие её знают. Вот, наверное, из блогеров я бы её выделила. Мне её блоги, наверное, больше всех по количеству нравятся. То есть я вот по просматриваемым... По просматриваемым роликам. Она у меня, наверное, на первом месте. Я люблю у неё болтологические ролики, когда она, может быть, какие-то свои размышления вслух озвучивает. Потому что я со мной не бываю согласна. Интересная девочка. Сама люблю ли снимать влоги? Ну, вы знаете, в целом я не очень люблю влоги снимать. Потому что когда я гуляю с камерой, я забываю её включать. Мне как-то кажется, что мои влоги не очень интересны. Хочу более информативно. Бывает, что собираю один влог и целый месяц. Бывает даже, что я какой-то кусочек могу взять вообще с прошлого года. Он у меня там висит и ждёт своего часа. То есть к влогам я стараюсь подходить, чтобы они были интересными. Но они всегда получаются. Потому что, живя в простом городочке, в деревенских практически условиях, сделать что-то интересное сложно. Потом влоги, например, в квартире очень сложно снимать. Потому что квартира у меня не богатая. Мне часто это вот утыкивают в это. Но дайте, как часто бывает. Вот у тебя много косметики, а ремонт сделать не можешь. Косметика, которую тебе подарили, она не показывает твоего материального положения, например. И если в квартире нет какого-то ремонта, то я считаю, просто нужно быть поумнее и понимать, что есть, значит, на это причины. Значит, может быть, деньги идут куда-то в другую сторону. Если у меня есть лишняя копейка, то она у меня уходит на лечение ребёнка пока. Но ремонты потихонечку где-то латаем. Поэтому влоги я не люблю снимать. Хотела бы я услышать такой тег от других блогеров. Да, мне бы было интересно послушать такой тег от других блогеров. И даже я бы рада была, если кто-то перепишет такие вопросы. И тоже из девочек, кто смотрит меня сегодня, но имеет канал, тоже расскажет вот своё мнение. Потому что мнение других, это тоже обучает нас. То есть я буду, слушая других, думать, как улучшить свой канал, например. И, может быть, кого-то интересуют ещё какие-то вопросы. И под роликом мы насобираем, может быть, ещё на один тег какой-то интересный. Обязательно напишите, понравились ли вам эти вопросы, понравились ли ответы. Может быть, на какой-то ответ вы хотели бы дать свой ответ. Я бы с удовольствием послушала. В общем, я думаю, что тут будут и комментарии очень интересными. Так что от других девчонок жду продолжения. Если кому-то интересна такая тема, что кто-то подхватит эту идею такого тега, ну, в общем, такого и рубрики на каналах, то мне будет приятно. Вот. Ну, а, наверное, я прощаюсь со всеми. Если была интересна, то я рада, потому что мне самой понравилось. Ну и всем пока!